доброе утро и вот вам с утра загадочка как вышло так что буквально за ним несколько лет китайцы над которыми смеялись раньше просто в голос над их кроссоверами седанами которые в принципе ушли с нашего рынка а сейчас их всерьез сравнивают со святой тойотой на рынке появился обновленный черри exit txl от остальных черри он отличается в первую очередь тем что у него у единственного из линейки черри есть полный привод и мы решили сравнить эту машину с toyota rav4 которая с двухлитровым мотором причем в очень хорошей комплектации машина в топовой стоит абсолютно точно также 2 800 2 800 ну с какими-то копейками но правда в реальности в реальности эту машину покупаешь по крайней мере от салоне где мы ее взяли поснимать ну где-то плюс 250 и здесь слава богу полезных домов они так кое-чего навешали и первое что я сделала поставив эти два автомобиля рядом это запустила опросник в инстаграме мне правда было очень интересно как люди реагируют для меня поразительно вот объясните мне как вообще такое возможно всего лишь на 5 процентов больше из опрошенных предпочли toyota rav4 то есть в голосовалке rafik или новый черри exit 45 процентов за exit 55 процентов за рафик что же касается задней части этих машин так вообще 51 процент из вас предпочел черри exit 49 процентов за рафик а интерьеры но здесь я вас точно очень могу понять 35 процентов за рафик и все остальные за exit как как это возможно объясните мне теперь по фактам exit длиннее причем ощутимо на 18 сантиметров 478 460 длина автомобилей и здесь в колесную базу из вот этой вот разницы в 18 ушла лишь часть 11 сантиметров по колесной базе разница в плюс у иксида если вот так посмотреть на автомобили кажется что иксид значительно шире за счет того что у него фары расположены больше по бокам то есть они заходят за углы автомобиля это всегда дизайнерский ход для того чтобы машина смотрелась шире и по приземлению что более спортивный силуэт на самом деле в данном случае это практически визуальный обман потому что разница у них по ширине очень небольшая на три сантиметра буквально шире иксид вот по дорожному просвету он выше типа на полтора сантиметра но такие показатели тяжело заметить чисто визуально но по крайней мере если я вот так вот присела рядом с этими машинами они стоят на бордюре видно что иксид не ниже ну может быть даже чуть чуть выше вот что скажете сами смотрите не пойму я выше иксид или нет под капотом у иксида 1.6 турбированный агрегат 186 лошадиных сил кукусики о блин газовый упор интересно это дилер поставил или это завода честно не знаю и как всегда у китайцев вот они очень любят вот это дело просто полностью закрыть все пластиком и типа нефиг сюда залезать джидиай с непосредственным впрыском но этот мотор на нашем рынке давно как он наше топливо переваривает кто знает какие самые большие пробеги у машин с этими моторами уже в россии давайте черри клуб поделитесь с нами брать рафик со старшим мотором не было никакого смысла потому что тогда ну мы вообще никак не уложимся ни в какой бюджет и это все будет просто я дернула до дернула открыла капот тем бабы честно взять о узнаю брата колю кто знает из какого это кино ванька ты хоть знаешь ты знаешь из какого это кино узнаю брата колю нет что же вы такие то люди а и вот такой вот прекраснейший новый автомобиль представляете продают практически без доп оборудования многие дилеры вообще без доп оборудования и для того чтобы как вы наверное уже знаете найти эти лучшие предложения от дилеров вам нужно пройти по первой ссылочке в описании вы попадете на сайт автоспот и если мы с вами говорим про тойота то здесь это тоже в особенности актуально потому что дилеры по тойоте иногда ну очень разное количество допов сюда приплюсовывают так вот просто проверьте это на себе переходя по первой ссылке выберите нужную вам машину оставьте заявку вам перезвонит менеджер автоспот это для вас совершенно бесплатно и вы найдете машину по лучшей цене проверьте это правда работает также если у вас уже есть автомобиль не забывайте обслужить его через автоспот тоже выгодно заходите вкладка сервисное обслуживание выбираете марку модель выбираете кто то которые вам нужно пройти на автоспоте только официальные дилеры и после этого вы прям на карте увидите кто из дилеров дает какое предложение и поедете к тому кто дает предложение более выгодное цены на то тоже бывают разными не забывайте новые машины покупаем через сайт автоспот точка ру и обслуживаем тоже с этими сейчас пирогами с доп оборудованием сравнивать с тупым мотором рафик с эксидом за 2.8 на эксид кстати допов нет вообще потому что но он не так уж распространен но глупо было бы сравнивать с двумя с половиной литрами потому что но по бюджету с этими пирогами с доп оборудованием просто уходишь тогда в космос и совсем было бы глупо сравнивать разные ценовые категории а так вот 2 и 8 2 и 8 ну да здесь плюс там у нормальных дилеров типа плюс 200 250 и вот как выглядит подкапотная рафика открыто все пожалуйста смотри не хочу 2 литра атмосферный мотор хорошо известен 149 лошадиных сил по крайней мере никто из вас не напишет что он ненадежный да эта машина с вариатором ну спокойно едет но зато надежно же возвращаясь к нашим автомобилям вот у меня сейчас есть возможность ускориться 205 ньютон метров здесь крутящий момент крутящий момент очень важный показатель для динамики но и плюс также важный показатель эта коробка передач вариатор в принципе по настройкам своим это не та коробка которая прям дает возможность динамично разгоняться вот мы на газ нажимаем смотрите вот тапка в пол ну для города будет абсолютно достаточно в принципе в принципе большинство людей которые покупают этот автомобиль они понимают что они берут не быструю машину 11 до сотни паспортный расход паспорт обычно даже чуть-чуть привирает в худшую сторону но здесь девять с половиной это расход топливо не то чтобы это прям вау какой показатель но у иксида паспортный расход больше то есть здесь что мы имеем достаточно спокойный автомобиль с подбывающим вариатором с четким пониманием по надежности что касается вариатора то это 1250 если нормально эксплуатировать абсолютно точно вот доподлинно знаю людей которые с двухлитровыми моторами на арафиках ездит до 300 до 300 меняют масло и просто соблюдают правила эксплуатации вариатора никаких бордюров там с плане подъехал там как дал по газам шаш подпрыгнула машина короче берегут вариатор не пробуксовывают имеют 300 тысяч пробега без поломок робот конечно не может дать таких показателей это понятно вы сейчас скажете мне про мокрые dsg ребят к моменту когда dsg стали надежными коробками они прошли 7 кругов ада проб и ошибок мы же знаем по свету машины приблизительно равнозначные диодные ходовые огни диодный ближний дальний свет задние фонари тоже диоды но обратите внимание здесь у рафа вот на такие вот штучки это омыватель и фар и на эксиде ничего подобного нет и в его защиту могу лишь сказать что зато есть тут такая симпатичная приблудка помаргивает буквами exit впереди рафу здесь помаргивать вообще нечем тойота кондова надежно просто давай ваня ставь свои пять копеек как ты любишь в этот момент прямо тебе не кажется что тойота просто-напросто не уважает своего потребителя ну то есть они привыкли к такому факту подожди дай мы закончим вот как мне кажется не просто привыкли к тому что тойота все любят за надежда качество и в целом не не обязательно развиваться типа окей мы делаем также со стабильно но калькулятор вот себе пожалуйста но зачем если серьезно все совсем не так они наоборот они тот бренд который просто десятилетиями поддерживает свой имидж очень надежных автомобилей поэтому перед тем как что-то выпустить они это 10 раз проверят а сейчас настолько динамично развивается автомобилестроение что пока они проверяют к моменту когда они выпускают многое из того что они только выпустили в сравнении с автомобилями которые развиваются с концернами которые развиваются не то чтобы более динамично развиваются более смело все это уже выглядит устаревшим но зато здесь ты понимаешь вот если серьезно ты понимаешь что это действительно ходит долго это не ломается ну вот мы сели внутрь интерьер exit ну значительно отличается более современную сторону в особенности сейчас смотрите они сделали два экрана экраны эти с прекрасным разрешением с очень хорошим быстродействием вот пожалуйста демонстрирую вам все работает очень очень даже неплохо что у меня немножко здесь напрягает это то что целый ряд управлений они перенесли на touchpad что мне например не близко совсем но правда важные моменты оставили вот например регулировка громкости прикольной вот этой вот крутилкой и и собственно все все остальное дублирование здесь можно вот отсюда в принципе ходить эти сенсорные клавиши по меню либо сенсорный дисплей вот как я вам сейчас демонстрировала а зона климата вот здесь вот сделано внизу дополнительным экраном мне это напоминает очень audi несколько лет назад они сделали вот такое решение плюс сама графика она конечно очень неплохо с точки зрения функций чего здесь больше например чем в тойоте здесь есть не только подогревы но и обдувы сидения здесь есть достаточно красивая атмосферная подсветка пока нам ее не видно ну и сама цифровая приборка видите она очень ярко смотрится люди очень разные по-разному воспринимают автомобили например многим вот такие вот цифровые дисплеи нравятся гораздо больше чем аналоговые приборки я вы знаете да человек кнопочка человек стрелочка и здесь вот этот селектор кпп мужчины милые что он вам напоминает ничего но селектор шкоде а селектор шкоде что напоминает какого фига абсолютно но невозможно не признать что хороший конечно интерьер хороший качественный блин продвинулись они смотрите как динамики хорошо сделаны здесь кстати динамиков 8 в тойоте 6 ну ребята вот чисто визуально скажите мне насколько вам близки вот такие вот например интерьеры здесь видите никаких объединенных экранов здесь просто отдельно стоящий дисплей но надо надо сказать что это совсем новый автомобиль а тойоте уже несколько лет и когда перестань войну и когда она обновится возможно в ней поставят дисплеи более современные блин я же должна вообще что-то говорить правда ребят ну села ну понятно что там интерьер намного лучше по функционалу глобально отличается что ну только обдува нет беспроводная зарядка тоже есть вот мне селектор вот такой вот ближе вот обычный это прям моя тема мне такое больше нравится по посадке сиденье выглядит проще но мне честно говоря вот здесь вот подушка кажется подлиннее потому что там я сажусь и сразу начинаю чуть-чуть бухтеть что мне подушка коротковато ну разве что какие-то прям вот чуть-чуть чуть-чуть миллиметры может даже не сантиметры ну и что что мне сказать в защиту не знаю более жестко проходит лежачий полицейский чем у нас сейчас прошел рафик динамичнее разгоняется потому что 276 ньютон метров крутящий момент это значительная разница против 205 там ньютон метров о рафика и ну плюс какие говорила коробка вариатор это никогда не гоночная коробка была робот же наоборот настраивают зачастую так что он совершенно замечательно отрабатывает разгоны и вот здесь он именно так и настроен вот смотрите здесь семиступенчатый робот вот мы разогнались до скорости 70 километров в час ни разу не почувствовав ни малейшего переключения вообще никак ни в каком режиме и все то же самое и в режиме пробок понимаете что приятно то есть в пробке я на этой машине толкаюсь и я тоже кайфую нет как раньше понимаете если ты садишься на машину с роботом то есть здесь совершенно четко нормально переключается коробка переключение с нивелированы полностью и по разгону даже по паспорту у нас рафик 11 эта машина 98 но если честно сейчас еще раз разгонюсь на той же прямой абсолютно мотор воет тоже слышно до его но шумка в общем хорошая эта машина даже динамичнее чувствуется чем вот те две секунды которые здесь есть по паспорту короче едет едет он приятно подвеска у него по плотнее чем у рафика и вот стою здесь на exit смотрю и вижу такое интересное решение с бампером видите здесь сплошные отверстия у рафика конечно с интересными решениями все так с интересными решениями тут наблюдается некий дефицит но зато на вторичном рынке равных ему нет но я имею ввиду что продавая его вы конечно просто феноменально мало потеряете но ты же когда покупаешь машин ты же думаешь об этом нет бань ты вообще не продуманный человек если серьезно ребята вот стоит думать о том как вы будете реализовывать машин на вторичном рынке если вы не и берете на 3 минус года если на 3 плюс то есть на 4 на 5 лет я думаю что стоит выбирать машину просто исходя из того насколько она вам нравится но это 4-5 лет огромный срок это же надежно навечно навсегда пожизненно буду ездить никогда не сломается тойота планеты можно проехать всю жизнь буду земли колесей на ней вообще ничего не ломается но почему-то надо думать короче пол выпуска ты терпел но сейчас я знаю что вы сейчас прямо сейчас пишите в комментариях пойдемте на заднюю часть посмотрим и кстати забыла сказать важный момент у нас рафик полноприводный конечно же в сравнении но чтобы оно было полноценным и корректным по багажникам очень все сравнимо здесь 550 литров это потому что заявляет производитель но опыт показывает что производители у нас иногда немножечко выдумывают замерами немножко повернув информацию в удобную сторону вот чисто визуально этот багажник меньше но по характеристикам он больше он 600 литров против 550 в рафике правда при сложении якобы с при сложении всех сидений здесь место оказывается больше внутри exit обид очень приятным карпетом а где я что-то не поняла вообще этот прикол а ты где друг мой милый а ты вот до катка и здесь конечно после иксида такое впечатление что здесь там карпетик все красиво мягенько здесь дешевый пластик гремучий две петли за них спасибо не но короче тут открываешь и просто понимаешь что по багажника по внутренней отделке это называется почувствуйте разницу правда exit вы сами видите намного лучше теперь давайте сложим сидение и посмотрим насколько у нас будет ровный пол кстати обратили внимание да что автоматическое закрывание открывание присутствует и там и там если не брать вот это вот пластиковая черти что конечно сделано тоже весьма и весьма убого вот вот так вот это тут куда-то закрепляется но она конечно же не закрепляется потому что правда пазы все какие-то так себе пластик очень дешевый во всем ну-ка иди сюда нет я победю тебя иди сюда короче кое-как я это сделала но вообще конечно такое себе пол ровный но с небольшим завышением складывание сидения ну приблизительно наверное 40 на 60 погнали в exit здесь мне кажется что 30 на 70 ну то есть чисто визуально вы видите да что кусочек спинки который мы складываем он здесь поменьше и в принципе абсолютно та же самая история пол ровный но при этом есть небольшая горочка 55 литров бак и у одного и у другого автомобиля и туда и сюда допускается ли 92 бензин что для меня удивительно но в отношении тойота у меня то вопросов нет это мотор хорошо известный старый но каким образом не написано здесь ничего каким образом допускается в exit с турбомотором лить с непосредственным впрыском лить 92 я вот вообще не понимаю но здесь лишь в его защиту можно сказать про огромную гарантию не иначе потому что ну не знаю я бы просто как покупатель и допустим автовладелец этой машины не стала болеть в него 92 но производитель это типа допускают на exit 7 лет или 200 тысяч пробега перестань у тойот 36 месяцев три года как тебе вообще давайте разбиваем всего доброго иван до свидания да это кайф кстати это буреточка сюда подставить но серьезно ребята здесь конечно очень много места в эксиде сижу вот здесь вот дубовенький пластик но вот как раз как иван любит и как я не люблю тебя твоих подписчиков которые в прошлый раз поддержали меня в комментариях не было такого чего и правда что ли его поддержали ребята я ним да не было такого люди писали я что-то говорю что коленями тычет неприятные люди поддерживали что да реально это херовая затея когда мягкие седло и тебе колени пассажир тычет спину ты машину покупаешь для себя ты для себя понимаешь себе когда едешь долго и когда едешь спереди за рулем ты в машине своей когда посмотри сзади сидел и долго ехал куда-то я детях своих думаю им больно ножками но они сейчас чуть-чуть подрастут и будет больно ножками я думаю также о людях которых я вожу им больше больно коленками но твердое тыкаться короче ребята очень много места сзади прям кайф это вообще супер в эксиде крышу панорамная кэша делает у тойоты такого нет подлокотник ну обычный нормальный подлокотник здесь и 2 usb разъема подогрева сидений отдельного климата нет только дефлекторы так пойдемте вернем что у нас сзади в той . а подождите подождите я перед этим забыла вам сказать чтобы вы сейчас прямо перед сравнением обратили внимание на прострочку сидений на то как выглядит этот интерьер как выглядит вот этот кожзам в общем по качеству чисто тактильное визуально в жизни в реальной это смотрится как неплохой интерьер единственное что мне не может не нравится рыжая прострочка потому что она рыжая иван сказал что ему как бы не очень но просто вот дополнительное мнение пойдемте за нырну я в рафик и вот вам рафик ну опять же передавая вам свои впечатления в жизни здесь проще кожа действительно здесь менее замысловатые прострочки но спасибо что вот здесь вот просто просто ради разбавления абсолютно темного интерьера сделали 4 каких-то беленьких полосочки подлокотник чуть пониже расположен но тоже удобен тоже 2 usb разъема это же отсутствие отдельного климата для зоны задних пассажиров здесь тоже просто дефлектора я не пойму а подогрева тоже есть просто они здесь на двери а вот она мягкая я тебе вот я гоня она меня чувствует тойота меня чувствует ну что ребята вот какой мой вывод точно он эстетичнее по салону это сто процентов и с этим невозможно спорить в особенности когда вот пересаживаешься из одной машины из другой в другую прям очень чувствуется если берем надолго прям надолго надолго тойоту однозначно потому что управляем мечтой потому что ну потому что она с точки зрения обесценивания просто лидер потому что по надежности это сто процентов лучше если мы говорим о периоде например в пять лет но здесь ответ на вопрос во многом это семилетняя гарантия и еще относительно тойота вы не забывайте exit нафиг никому не нужен с точки зрения угонов тойоту брали берут и будут брать до сейчас меньше потому что они там развивают свои внутренние системы защиты но тем не менее тем не менее это угоняемый автомобиль когда угонщикам надо они заморачиваются и придумывают на каждую хитрую ну пусть сами знаете что поэтому мой вывод вот такой надолго тойотку ставите во дворе подумайте надо ли вам она потому что вам придется влить туда кучу бабла а exit ну что он очень неплохо он пижон а теперь выбор за вами чтобы вы взяли